Как в самом кошмарном кино, Франция в шоке. Нелегал, который буквально на днях пробрался в страну, обезглавил в кафедральном соборе Ниццы женщину и убил еще двоих. Хронологию событий восстановил наш корреспондент Родион Мариничев. Основные события того утра в Ницце уместились в каких-то пять минут. За это время террорист успел убить троих, служителя церкви и двух женщин, которые зашли помолиться. Четверг, половина девятого утра. Центр Ниццы. Рядом главный вокзал. В 15 минутах ходьбы набережная и пляж. Молодой человек арабской внешности заходит в базилику Нотр-Дам. Это кафедральный собор. Там как раз идет служба. Террорист выжидает полчаса, затем достает 30-сантиметровый нож. Нападает на служителя, перерезает горло двум женщинам. Одна умирает на месте, другая добегает до соседнего кафе. Там она умрет, не дождавшись врачей. Чтобы обезвредить террориста, пребывшим полицейским приходится сделать 14 выстрелов. Нет ни малейших сомнений в том, какую цель преследовал нападавший. Даже в машине скорой помощи он повторял Аллаху Акбар. И жертв он тоже выбрал не случайно. Служитель храма Винсан Локес, 54 года, отец двоих детей, погиб накануне дня рождения. Симона Баретто Силва, иммигрантка из Бразилии, 44 года, мать троих детей. Надин Девилье, 60 лет, прихожанка. Террориста, которого взяли живым, зовут Брагим Ауссави. Ему 21 год. Родился в Тунисе. В Европу пробрался чуть больше месяца назад. Традиционным для мигрантов путем. Морем через итальянский остров Лампедуза. Там его задержали как предполагаемого организатора нелегальной миграции. Но, несмотря на статус подозреваемого, быстро выпустили, потребовав покинуть территорию Италии. Он уехал в Париж, а оттуда в Ниццу. И прямо с вокзала отправился в храм. Помимо Брагима в семье Ауссави еще девять детей. Мать уверяет, она никогда не замечала у сына радикальных взглядов. Тот якобы планировал начать новую жизнь в Европе. И хотя в Тунисе нет гражданской войны, как, например, в соседней Ливии, эмигрировать в ЕС мечтают тысячи молодых тунисцев. Открывают ворота, а другая пытается все это прихлопнуть. И они говорят, это разные вещи. А на самом деле, внутри этого потока, соответственно, эти террористические компоненты очень активно встроены. Вскоре становится понятно, Ауссави действовал не один. На следующий день в Ницце задержали его предполагаемого сообщника. Тоже выходить из Африки. 47 лет. Следователи считают, что именно он снабдил Ауссави двумя мобильными телефонами. Накануне взято под стражу еще трое подозреваемых. А сегодня еще двое. Таким образом, теракт готовили как минимум семеро. Власти проверяют, не связаны ли события в Ницце с инцидентом в другом французском городе, Авеньоне. Там мужчина угрожал ножом прохожим, а затем полицейским. Его застрелили. Президент Эммануэль Макрон, побывав на месте теракта в Ницце, объявил об усилении мер безопасности. Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы. С завтрашнего дня усилена охрана всех религиозных сооружений. Нас атаковали из-за приверженности нашим ценностям. Стремление к свободе, возможности верить так, как мы хотим и не поддаваться никакому террору. Я еще раз подчеркиваю, мы никогда не сдадимся. Для этого французские власти закручивают гайки. Две недели назад они потребовали выслать более двухсот иностранцев, которых подозревают в приверженности радикальному исламу и неуважению к республике. Здесь надо отдать должное, в кавычках, французскому президенту, который позволяет себе высказываться иногда достаточно жестко по вопросам религии. И это, чего не позволяет даже Германия, чего не позволяет даже Великобритания. Во Франции проживает 5 миллионов мусульман. И вопрос в том, как риторически выразить протест против террористических актов так, чтобы не задеть их национальные и религиозные чувства. Именно Франция, чаще других европейских стран, становится мишенью террористов. За последние пять лет произошло более 30 атак на религиозной почве. Жертв в общей сложности больше двухсот. Ноябрь 2015-го. Целая серия терактов в Париже и окрестностях. Взрывы, расстрелы, удержания заложников. 130 погибших. Такого во Франции не было со времен Второй мировой. Ответственность взяла на себя запрещенная во многих странах группировка «Исламское государство», назвав атаки 11 сентября по-французски. Слово «толерантность» понемногу уходит в прошлое. Стороны уже не просто недопонимают друг друга, а открыто демонстрируют неуважение. Вдумайтесь в цифру. 30% имамов, которые проповедуют во французских мечетях, не знают французского языка. Это эмиссары, посланные из стран самых разных. От Саудовской Аравии до Египта, Алжиры и чего угодно. И эти люди не хотят интегрироваться во французскую культуру. Ницца уже переживала террористическую атаку 4 года назад. 14 июля 2016-го, в разгар празднования Дня взятия Бастилии, 31-летний Мохаммед Лауэш Булель, кстати, тоже тунизец, сел за руль грузовика, выехал на английскую набережную и начал давить людей, которые смотрели праздничный салют. Погибли 86 человек. Тогда среди погибших были граждане 27 стран, в том числе две российские туристки, а также 10 прихожан русского православного храма. Теперь же террористы сменили тактику. Основными мишенями становятся христианские храмы. Таких средств, чтобы обеспечивать профессиональную охрану, я думаю, нет ни у одного храма. Ни в Ницце, ни вообще во Франции. Может быть, за исключением знаковых таких храмов, которые находятся под охраной государства и которые обеспечивают государство полностью. А порой устроить диверсию могут те, кому священнослужители привыкли доверять. В июле вспыхнул пожар в соборе Петра и Павла в Нанте. В поджоге признался выходец из Руанды. Он был волонтером при храме. И вот накануне еще одна атака. В Лионе ранен православный священник, служитель греческой церкви. В него выстрелили из охотничьего ружья, когда он закрывал храм. Пострадавший в больнице, стрелявшего спустя несколько часов удалось задержать. Это тоже мужчина восточной внешности. Родион Мариничев, Александр Зазуля. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин